А кого у нас всегда на Руси, наш с вами русский народ очень не любит. Традиционно, исконно, с лютой ненавистью. Это людей богатых и людей умных и образованных. Добрый день, дорогие друзья. Очередное позорное заявление чиновника. То Шувалов ржет над нами, как популярны квартирки 20 квадратов, как будто это не его политика тому виной, что у людей нет денег на достойное жилье. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно. И на рынке есть специальная ниша для такого жилья. То люди с низкой пенсии, это сплошь алкоголики и тунеядцы. Их, которые созданы в последних годах, получают те тунеядцы, это алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал, у них 600, должно было быть у них, кто работает нормально. Им может 20-25 и более. Кто призывает нас питаться макарошками? Тоже просто надо гибко реагировать. Зимой нету продуктов, которые дешевают. А у нас зима полгода в стране. Это не проблема. С ноября и кремль. Макарошки стоят всегда одинаково. То вовсе призывают меньше есть, коль денег нет. Страшно. Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди. Мы прошли и голод, и холод, и все, что только не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Стать поменьше питаться, например. Врачи увольняют за смех над цифрами их якобы зарплаты. У врачей в роддоме 61 тысяча две десятых. У врачей в роддоме 61 тысяча две десятых. У врачей сидят. У неонатологов 66,5. У акушеров 35,4. У детских медицинских служб 29,5. У младших медперсонал 21,3. Знаете, мне кажется, нашей стране уже нужен закон об оскорблении российского народа, отдельных профессиональных и социальных групп, чтобы хоть как-то уравновесить закон об оскорблении власти. Итак, чем же нынче пополнился этот замечательный список оскорблений нас с вами, друзья? Министр здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев попытался объяснить, почему происходит так называемая оптимизация. Объединение Александровской городской больницы и Березняковской, что оставит жителей без круглосуточного лечения. По мнению чиновника, в этом виноваты корыстные пенсионеры. Он объяснил закрытие больницы тем, что пенсионеры ложатся туда, чтобы просто экономить на еде. Они, цитата, «отдыхают там от домашних дел», конец цитаты, считает министр здравоохранения. Вы поняли, да? Пенсионерам больница не нужна, они просто тунеядцы. Это заявление краевого министра здравоохранения. Министр. Пенсионеры ложатся в стационар только для того, чтобы, цитата, «экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел», конец цитаты, тем самым расходуя бюджетные средства. Ложатся лишь бы сэкономить. А на оставшиеся деньги, очевидно, потом жируют, на Мальдивы летают, проверяют свои счета в швейцарских банках. Безобразное хамство. Оскорбление всех пенсионеров Пермского края. Но этого мало. В Александровской больнице предполагается сокращение сотрудников. Теперь у нас идет оскорбление врачей. Койко мест, а круглосуточное лечение хотят отменить, оставив только дневной стационар. Все узкие специалисты перейдут в Березняки. Вот смотрим на карту. 48 километров от Александровска до Березняков. Вот нужен тебе окулист или гастроэнтеролог. Любой специалист. Будь добр, 50 километров туда, 50 обратно. И это если не учитывать дорогу до сел. Ведь больница Александровска обслуживает сейчас не только сам город, но и все близлежащие маленькие населенные пункты. Больницу поселка Всеволода-Вильва уничтожат полностью. От него до Александровска еще 9 километров. Вот так у нас поддерживают нацпроект развития медицины. Владимир Владимирович, у нас есть стратегия 2020. И вот в 2016 году, согласно этой стратегии, в селах Российской Федерации закроются 426 школ, 300 с лишним больниц и 215 детских садиков. Особенности заключаются в том, что на ряде наших обширных территорий населенные пункты расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии. И вот при такой ситуации точно совершенно нам нужно сохранять, к сожалению, даже избыточную, если кому-то так думается, социальную сеть. Это касается и больниц, фабов точнее. Как говорится, сказано-сделано. То есть сказано и сделано наоборот. И я подчеркиваю, это ситуация, о которой стало известно сейчас. А что творится в других местах, можно только гадать. Врачам же и рядовому медперсоналу тоже досталось. Мальцев заявил, что они все равно в ночное время, цитата, просиживают часы, так как по ночам в больницах не лечат. Эти чинуши просто напрашиваются на уголовные дела. Получить мне что ли юридическое образование для таких случаев? Дорогие подписчики, кто в курсе, у нас вообще есть в законах какие-то статьи, по которым можно зацепить вот за такое хамство. Что врачи ночью просто часы просиживают. Особенно если у больного в критическом состоянии инфаркт. По-любому его не будут лечить до утра до самого. Если под конец попойки кто-то очень ловкий себя поджег или порезался. Как раз ночью его привозят, тоже врач не нужен, правда? Это настоящее оскорбление. Это по меньшей мере пренебрежение должностными обязанностями. Как это такое может говорить министр здравоохранения? И клевета на социальную группу, на всех пенсионеров, на врачей. Что они тунеядцы. А как максимум это геноцид населения России в особо извращенных формах. Сейчас очевидно, что для большинства чиновников это вот привычная картина мира. С которой конечно нормальный человек мириться не может. Мне это откровенно противно. И хорошо, что такие случаи стали хотя бы все чаще становиться резонансными. Чиновников необходимо призывать к ответу. Но у меня для вас плохая новость сегодня. Уволенная за подобные же высказывания Ольга Глазких. Аля государство вам не должно и рожать вас не просили. Она, да, окончательно простилась госслужбой. Однако получила очень даже тепленькое местечко. Да, уже известно, кем она теперь работает. Теперь она стала замдиректора ДИВС. Дворца игровых видов спорта, что и в Екатеринбурге. За этим длинным названием кроется не просто спортзал. Это огромный и очень богатый комплекс, в самом деле дворец. В котором есть арена, где проходят еще и концерты, всякие конкурсы, соревнования уровней всероссийских, спортзалы, отель там есть, тренировочные залы и многое другое. Главный спортивный комплекс региона. И деньги через него, через руки Голодских теперь будут проходить, весьма солидны. Возможный секрет этого назначения в связях ее родителей, фирма которых Ремстройгаз подмяла под себя львиную долю госзаказа в регионе в своей сфере. Вот их карточка ООО Ремстройгаз гендиректор Голодских Артем. Прибыль у них хорошая пошла, как раз с того года, как Оленька стала чиновницей. Совпадение? А может быть постарался ее предположительный любовник, с которым Голодских возвращалась с курорта. Как-никак человек влиятельный. Александр Серебренников не просто депутат. Он еще и считается кошельком Свердловского отделения Единой России, отвечающий за финансирование его предвыборных проектов. Так или иначе, Оленька наказание избежала. И глядишь лет через десять, спокойно вернется в большую политику. Как говорится, украл конфету, дадут срок. Украл миллиарды, получил почет и уважение. Не сдержался, оскорбил власть, получил срок. Оскорбил народ, получи сладкую должность. Так что я думаю, общественное порицание это конечно хорошо. Но без конкретной статьи, которая будет объективно карать за подобные высказывания, нам просто не обойтись. Потому что это уже переходит все границы. А что думаете вы? Пишите в комментариях, распространяйте видео, ставьте лайки. Ваша активность помогает распространять правду. Наглость этих чиновников нельзя оставить без внимания. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok